Здравствуйте! В эфире новости Кыргызстана, в студии Аркин Олымбеков. И сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в Ваше, Джалабаде и Бишкеке прошли митинги сторонников Камчебека Ташиева. Требование одно – пересмотреть итоги президентских выборов. На площади в Джалабаде и Бишкеке вышли по 50 человек, в Ваше почти 400. Митинги были мирные, хотя части протестующих женщин пришлось активно добиваться встречи с губернатором Морской области. Главе региона устно были переданы требования митингующих. По заявлению протестующих, они будут настаивать на том, чтобы Центризбирком отменил итоги голосования из-за многочисленных нарушений. Сельские бюджеты станут богаче. Министерство финансов предлагает немного изменить бюджетную политику. В частности, уже со следующего года разрешить местным властям забирать в свою казну половину сборов от налога на недра. Более того, предлагается также увеличить долю сборов от подоходного налога для городских бюджетов с 35 до 50%, а для сельской казны хотя бы на 10%. Это хоть как-то децентрализует государственные финансы, говорят инициаторы изменений. Местные власти, не дожидаясь поступления из Центра, смогут самостоятельно планировать расходы, к примеру, на выплаты заработных плат для учителей. Если так сказать, местный бюджет в целом по республике составлял 14 миллиардов суммов, то на следующий год планируется порядка 23 миллиарда суммов. Это опять же связано, как вы знаете, с 1 мая были повышены заработные платы учителям и другим работникам социальной сферы. Первый судебный процесс по делу о применении пыток милиционерами проходит в Сукулуке, районном центре, расположенном в нескольких десятках километрах от Бишкека. Сотрудники органов внутренних дел проходят по делу как обвиняемые. Их жертвой стал гражданин России. Но так ли это на самом деле, суду еще предстоит доказать. Милиционеры на скамье подсудимых. Четверо сотрудников управления внутренних дел Джаллабадской области обвиняются в убийстве гражданина России Усманжана Халмирзаева, который, по предварительным данным, погиб в результате пыток и побоев. Судебный процесс сначала проходил в районном суде на юге Кыргызстана. Затем его перенесли в целях обеспечения безопасности сторон Сукулукский районный суд Чуйской области. Приехавшие на процесс родственники обвиняемых считают, что дело обрело политический характер. Если бы не было правоохранительных органов, вы представьте, что было бы. Мы бы съели друг друга. Милиция должна быть, мы должны защищать ее. А именно по этому делу следствия шло недостаточно. Оно шло всего 10 дней. Даже 10% из того, что надо было выяснить, не было сделано и передано в суд. Адвокат потерпевшей стороны уверен в том, что во время процесса нарушается закон, поскольку двоим обвиняемым в особо тяжких преступлениях, находившихся в следственном изоляторе, изменили меру пресечения. В начале этого судебного процесса представители потерпевшей стороны выступили с заявлением о недоверии к судье и попросили отвод председательствующего. Причиной отвода послужило удовлетворение ходатайства об изменении меры пресечения двух обвиняемых. Санкция статей Уголовного кодекса, по которым обвиняются оперуполномоченные сотрудники милиции, предусматривает от 10 лет лишения свободы. И поэтому для обеспечения приговора они должны находиться в следственном изоляторе. По версии следствия есть доказательная база, подтверждающие факты. Есть и это подтверждается показаниями свидетелей и, естественно, показаниями потерпевших. Потерпевшая сторона. Спустя час суд отклонил ходатайство в отводе. Но родственники и адвокат Халмирзаева намерены обжаловать вышестоящие инстанции. Если в 10-дневный срок документ не будет предоставлен, то судебный процесс продолжится без каких-либо изменений. В случае, если суд признает сотрудников милиции виновными, это будет первое громкое дело, связанное с пытками и доведенное до логического конца. Как показывает практика, зачастую сотрудники органов внутренних дел, приступившие закон, остаются безнаказанными. Ринат Шамсудинов, Бакыт Кашалиев, Чуйская область, Кыргызстан. Паломничество без коррупции. Хадж в Мекку мусульман Кыргызстана впервые проходит прозрачно. Об этом заявил глава Духовного управления мусульман республики Чубак Аджиджалилов. Всего Саудовская Аравия выдала 5702 визы для кыргызстанцев. Несмотря на то, что квота в этом году составляла всего 4500 человек, после просьбы кыргызстанцев Саудовская сторона пошла навстречу, и в итоге в городе Джиди приземлились 5068 кыргызстанцев. Четверо по разным семейным обстоятельствам не смогли вылететь, поэтому полагать, что и в этом году организация хаджа кыргызстанцев проходит коррупционно, по словам Уфтия, нет оснований. Напомним, ежегодно вокруг поездки в Мекку разгорался скандал. То почему-то в квоте Кыргызстана для паломничества оказывались иностранцы, либо к перевозке граждан привлекались недобросовестные авиакомпании. Одним словом, на качество организации хаджа жалоб было достаточно. Во-первых, все наши паломники полетели туда авиатранспортом. Раньше такого не было. Во-вторых, паспорта с визами мы выдавали в аэропорту перед вылетом самолета. Обо всем этом мы заранее сообщали на нашем сайте. Все наши паломники – это граждане Кыргызстана. Это могут подтвердить и в МВД, и в ГКНБ. И, наконец, авиакомпания была выбрана на основе тендера. Искусство ради звания или стремления к справедливости. Ряд художников требует разогнать нынешний состав комитета, который раздает государственные премии. Они сообщают, что в этом органе собрались люди, далекие от искусства. И они решают, кто достоин звания. К примеру, лауреата государственной премии имени Тектагула. Художник Асан Турсункулов считает, что этим человеком является именно он, создатель искусства, а не технический исполнитель, как его конкурент за эту премию – Тимирбек Мусакеев. У Мусакеева не картина, у него графическая серия. Копирует он вот эту национальную одежду и выставляет некоторые серийные работы. Эта серийная работа является репродукцией, это акварельная работа. Это даже масла нет. Я не говорю, что мои картины выдающиеся или гениальные картины. Я не говорю. Просто если я не достоин, тогда Мусакеев тоже не достоин. При культивации хвостохранилищ в Кыргызстане намерены заняться корейцы. В гости к кыргызским спасателям прибыл Квон Хюк Ин. Он является директором госкорпорации Республики Кореи Мирека. Компания занимается охраной окружающей среды во всем мире. Надо сказать, что в Кыргызстане в односледство СССР осталось 92 хвостохранилища. В случае попадания ядовитых веществ в реку Нары натравленной может оказаться вся Центральная Азия. Отметим, корейская корпорация Мирека практикует предоставление беспроцентных и долгосрочных грантов. Пока неизвестно, сколько она готова предоставить Кыргызстану. Это сейчас обсуждается агентством по атомной и радиационной безопасности при МЧС Кыргызстана и представителями Мирека. Часть за птицей. Это уже чисто технические вопросы Департамента гражданской авиации. Я скажу так. От имени правительства Кыргызстанской республики, по поручению правительства Кыргызстанской республики, мы доставили гуманитарный груз братскому турецкому народу, который пострадал от землетрясения, местность Иван. И мы это выполнили с честью, полным объемом. На этом все. Спасибо за внимание и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok